Закон в действии их сотрудников и также центральному аппарату, который не обращает на мое дело, около года уже я сужусь с ними и вижу тотальное давление по отношению моего дела. Данное дело я могу корраптировать так, как абсурд со стороны надбирающих органов центрального аппарата, так как они за целый год ни разу даже не уведомили моих свидетелей пригласить в суд. Попробуй расскажите отдельно. 6 октября прошлого года ко мне подошли двое сотрудников и доставили мне место на Ленинский РОВД, где путем фальсификации документов эккриминировали мне статью 1028, часть 2. После чего я с протестом обратился в суд, прокуратуру за помощью. Прошло некоторое время, 6 января также советские РОВД сотрудники доставили меня в РОВД, фальсифицировали документы эккриминированные мне статью 1022, часть 1. Но благодаря компетентным органам мне удалось добиться справедливости и сняли с меня обвинения. Но до сих пор я сужусь с Ленинским РОВД по ЧКС 2-й, 228-й. Данное дело я могу охарактеризовать как абсурд со стороны правоохранительной структуры. Так как предоставляю прямые факты преступления оборотней в погонах, они даже ни разу не уведомили моих свидетелей пригласить на суд. Я им предоставил их адреса, телефоны, номеров и тому подобное. Могу сказать, что, пользуясь вот этой нашей коррупционной составляющей, госдеповские агенты внедряют своих агентов. Тем самым, кураторы дают им прямые указания по уничтожению тотального, как мы с вами видим, сегодня систематически нарушаются права мирных граждан. Почему я хочу дать протест и объявить голодовку отношению моего дела. И чтобы они заново дали прокуратуру. Даже когда ОСБ вызвал этих сотрудников, компетентные органы, они не пришли даже в ОСБ. Хотя я их обвиняю в тяжком преступлении. Они даже не рассмотрели мое дело, а за два дня, всего лишь за два дня они расследовали мое дело. Не пригласив ни одного свидетеля и тому подобное. А чем закончилось расследование? Вот на данный момент, завтра, 2 августа у меня суд, уже год я с ними сужусь, находясь как домашнее животное под браслетом, грубо говоря. Нарушаются систематические мои права. Меня не слышит ни суд, ни прокуратура, ни следственный комитет. Да, по советскому делу я благодарю компетентные органы, которые помогли добиться справедливости. И сняли с меня обвинения по части 1 действия 2 статьи. На данный момент, я думаю, что дело закончится по уголовным срокам. Дадут как, как говорят там? Условный? Домашний арест, условный срок. На что я отказываюсь? Если дают в срок, пускай уже сажают и показывают свое лицо. И потомкам будущим мы пускай видят, какая у нас была правовая система на данный момент. Хотел добавить небольшое произведение, но, собственно, сочнение. Восстанет мой народ из пепла, вставая с тяжелых колен. Зажмем мы руку доблести и кулак, дадим отпор невежескому бесчинству. Вставай, народ гордливо, пусть вспомнят нас потомки, сказав это наши отцы. Пусть вспомнят нас гордливо потомки, сказав это Дагестанов сыны. В данном деле мне пока добавить больше нечего. Но, имея столько доказательную базу, они бы, если бы это имел бы какое-то москво или там подобное, на перегонки бы они бежали, чтобы освободить меня. Имея такую большую базу, доказательства непричастности меня и криминировали мне преступления. Хотя все эти судебские базы данные, суд как-то, я не знаю, либо не рассматривает, или чем это закончится, не знаю, я точно. Я хочу, чтобы люди знали, что я не виновен, что дело фальсифицировано. Пускай направят на новое дело рассмотрения прокуратуры. Пускай снимут с меня, требуют, чтобы с меня сняли обвинение и завели уголовное дело на данных сотрудников, а конкретно на Магомедова Камиля и Аюбова Рамиза. Салам алейкум, мир нашим дому! Салам алейкум, мир нашим дому!